Самое простое, что является антидотом нашего птоза, это вот в пятницу в пол седьмого звонок от наших с вами пациентов, что ой, что-то случилось, и что надо с вами делать. Я думаю, с этого момента мои коллеги-анестезиологи меня побьют, потому что я сейчас вам буквально четырьмя слайдами расскажу, что требовать от наших коллег, когда вот в пятницу вечером пациенты говорят, мы температурами тяжело дышать. Итак, мы с вами знаем, мы говорили в феврале, что нам нужно путем искусственной вентиляции легких, давайте я отодвинусь, насытить организм кислородом, вывести СО2. Это всем известно. Как все начиналось? Как начиналась искусственная вентиляция легких? Это иллюстрация из учебника Мартина Тобина «Принципы практической механической вентиляции легких». Реанимация, голландцы, ассистент массажирует, проводит не прямой массаж грудной клетки, не сердце, обратите внимание, ну и вдыхание табачного дыма в известные отверстия антифизиологичные. Насколько получалось, мы не знаем. Продолжалось все, в принципе, приблизительно так. Это спирофор. Вот так вот обеспечивалась искусственная вентиляция легких, независимо от ее причины, в XIX веке. Известный всем Фридрих Тринделенбург, помимо того, что он объяснил, что иногда нужно оперировать, приподняв ножной конец, чтобы пациент не умер от кровопотери, пока его оперируют, он еще придумал одну простую вещь. Он доказал, что если у человека есть дыхательная недостаточность, то за него дышать лучше, когда что-то, трубочку, просунуть через голосовые связки. Вот это украшение все целиком, это уже комбинация сэра Роберта Макинтоша, стоматологический держатель языка, и трубочка внутри. Вот так вот, в принципе, развивалась эволюция интенсивной терапии. В 30-х годах прошлого столетия ленивые будущие анестезиологи сказали, что ну окей, какой-то язык искать, какую-то трубочку заталкивать, мы будем пытаться какие-то масочки использовать. Но масочка железная, с резиновым околышем, тяжело, неприятно, неудобно. И в 60-е годы Кэмпбелл придумал так называемые, вместе с Сулливаном, так называемые удобные, плотно подгоняемые интерфейсы. Назовем это так. По сути, все очень просто. Либо носовая конюля, либо носовая маска, либо полно-лицевая маска, либо носа-ротовые. В зависимости от производителя они имеют, в принципе, никакого значения. И вот когда появились вот такие маски, наши коллеги стали более поблажливы к потребностям терапевтов, генетиков, неврологов. Как умирают пациенты с нейромышечной дистрофией? Вы согласитесь со мной, что они умирают в основном от респираторных осложнений. Почему? В привычной жизни наши пациенты живут между спонтанным дыханием, это когда они дома еще, контролируем, когда они заехали в реанимацию, смешанным и вспомогательным, когда они пытаются либо уехать из реанимации, либо гулять. Реанимация – терапия, реанимация – педиатрия. Заканчивается все чем? Истощились, и закончилось все плохо. Какие нейромышечные дистрофии, извините, я должен подойти сюда, получают пользу от респираторной поддержки? А мне, например, все равно ваша помощь, что-то куда-то перетянуть. Окей, ладно. Давайте по-другому сделаем. Если не получится, сделаем более упрощенным вариантом. Анестезиология любит упрощение. О, окей, можно я вернусь тогда? А нет, мы потом вернемся. Ага, хорошо. Обратите внимание, миопатии, мышечные дистрофии, недушеновские миопатии, неврологические нарушения, нейропатии, скелетные и connective tissue disorders, реструктивные заболевания легких. Возвращайте обратно, пожалуйста. В общем, все, что здесь в этом списке, рано или поздно требует респираторной поддержки. Если говорить о режимах дыхательной поддержки, очень люблю этот слайд, не потеряться бы в этом лесу с деревьями. На самом деле, все гораздо проще, когда говорится о домашней вентиляции. Роль диагностики нарушений во сне и недоземной вентиляции у деток со стенальной мышечной атрофией. Это ключевая позиция. Она, в принципе, относится ко всем остальным дистрофиям. Пациенты с нейромышечной дистрофией имеют риск дыхательной недостаточности из-за дисбаланса мышечной силы и нагрузки на дыхательную мускулатуру. Полисомнография – золотой стандарт диагностики. Ключевая позиция, о которой мы говорим последний год. Ряд авторов рекомендует начинать неинвазивную вентиляцию легких до появления симптомов. Ну и позиция трахеостомы или маски. Вентиляция более 16 часов в день. В принципе, это показания к трахеостомии. Хотя некоторые авторы говорят, что может быть и не обязательно. Это решается каждый раз индивидуально. Итак, вы поставили диагноз нейромышечная дистрофия. Ну, каждый свою. Вот какая кому нравится. Это скрининговая полисомнография. Это ребеночек со спинально-мышечной атрофией. Вот он пытается уснуть. Движение воздуха в носу еще более симметрично, красиво. Сатурация держится на уровне 94. И вот какие-то пошли нарушения. То задержки дыхания, то гиповентиляция. Даже сатурация немножко просаживается. Вот в этой ситуации еще сомнительно. Одеть масочку можно, но сколько будет эффект, не знаю. А вот в этой ситуации, обратите внимание, уже явные паузы, уже явные провалы до сатурации 93. И здесь, в принципе, абсолютно показана дыхательная поддержка. Чего нет из двух принципиальных позиций в диагностике показаний для репертуарной поддержки? Сатурация есть, остановки дыхания есть. Какого еще одного пункта не хватает? Вы помните, мы говорили о задачах легких. Насытить кислородом и вывести что? Вот СО2 мы пока транскутанно в Украине мерять не можем. Можем померять анализатором газа в крови, только там, где он есть, в крупных областных центрах. И одно условие, с момента забора крови, до момента попадания сэмпла в анализатор, должно пройти, ну, в идеале 5 минут, а по максимуму не больше 15. Это то, что серьезно ограничено. Поэтому, если мы получили показания к неинвазивной вентиляции легких, то мы подобрали какой-то интерфейс, режим BIP-UP, двухуровневое давление. Мы говорили о нем с вами еще в феврале. Давление минимальной поддержки, или ПДКВ, 3-6 см на старте, и давление поддержки вдоха 12-20 см на старте. Разница между этими двумя давлениями должна быть 8-12 см водного столба. Дополнительно кислород, если нужно, дополнительное увлажнение, дополнительное механическое оттяжение. На этом этапе все понятно. А если наш пациент уже на искусственной вентиляции легких, уже стоит дыхательная трубочка, тогда протокол экстубации по доктору Баху, мы говорили в феврале об этом, это то, за что побьют меня мои коллеги, когда вы сделаете скриншот. Вот почему. Если этот пациент, неважно, взрослый, маленький, ребеночек, не температурит, не требует дополнительного кислорода, либо совсем чуть-чуть, нет отелектазов или инфидратов на рентгенограмме, нет седативных препаратов последние сутки, санируется не менее, не более 4 раз в сутки, его можно попытаться экстубировать. Даже если он плохо откашливает мокроту, нужно использовать просто механический откашливатель вместе с экстубацией. И тогда мы соблюдем все приличия 2019 года и дадим возможность как минимум себе и папе с мамой говорить, что мы сделали все. Механический откашливатель, старый известный ролик, интервал вдох-выдох по 1 секунде, пауза между вдохом и выдохом 2 секунды, давление вдоха-выдоха плюс-минус 20 см водного столба, максимум плюс-минус 40 см, но если совсем маленькие детки, и сразу 40 см, можно порвать легкие. Поэтому, вот я так начинаю с плюс-минус 20 см. Вот так вот выглядит ребеночек, которому одели масочку и частично подобрали режим вентиляции. Когда все комфортно, красиво, получится еще раз. Когда все комфортно, красиво, тогда движение живота более комфортно, грудная клетка более расправлена, но это вопрос адаптации параметров. Итак, чтобы у нас глаза с вами не сильно закрывались, не так страшен черт, как его рисуют. Таких деток, таких взрослых, таких тяжелых пациентов можно вентилировать и вентилировать дома, чтобы они не зарабатывали внутрибольничную инфекцию. Если сделать выводы, то респираторная терапия у пациентов с нейромышечной дистрофией улучшает качество и длительность жизни. Показания к респираторной терапии сейчас уже сместились с лечения острой дыхательной достаточности на компенсацию хронических дыхательных нарушений. Применение скрининговой полисомнографии позволяет определить показания к началу респираторных терапий. Ну и, хотя там конфликта интересов, самый главный вывод. Сергей Николаевич Гриценко. Кто-то есть из Запорожья или Днепра? Нет. Есть. Это заведующий кафедрой анестезиологии от Запорожья Государственного медицинского университета. Неважно, какая и в чем. Главное, чтобы эта вентиляция была. А поскольку конфликта интересов у нас укротелемед сегодня, то здесь вентилятор от Вайнмана и укротелемеда. Ну и Константин Харский, известный, в общем-то, тренер по клиент-ориентированности, он говорит, дорогие друзья, если у вас нет какого-то решения, нужно что делать? Задаваться вопросами. Поэтому, если у вас есть вопросы, я готов на них ответить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!